Но есть еще один важный момент, который мы не учитываем. Мы не учитываем, что в какой-то момент по судьбе моего близкого человека может вообще от меня отвернуть. Холод у него от меня в сердце может возникнуть. Ему может начать нравиться кто-то другой. Или ему тяжело от меня будет, противно. Вот это мы вообще никогда не учитываем. Мы считаем, что это невозможно. Это обязательно будет или было в жизни каждого из вас. Потому что периоды астрологические так движутся в планете, что иногда сближают они людей, а иногда отдаляют друг от друга. И надо просто переждать. Кого сейчас отдаляет от близких человек поднимите? Как его зовут и пришло? Да, отдаляет. Где-то так потихоньку начало отдалять года три назад. Так? Я неправильно понял? А сейчас полгода уже сильно отдаляет. Но уже заканчивается этот период. Вот буквально сейчас уже начинается потепление. Как вы этого не чувствуете? Или чувствуете, что уже начинается? Уже вы пережили этот период. Поздно подняли лупы. В прошлом году на лекции подняли лупы. Тогда было вовремя. А сейчас уже это заканчивается период. Скоро вам станет легче. Еще? У кого такое станет? Да, у вас тоже, да. Но вот вы неправильно себя ведете. Вы требуете отношения, вы сражаетесь за то, чего сейчас не положено. В это время надо просто терпеть, ждать, молиться. В это время молитвы вы сейчас разрушаете отношения. Я это вижу. Да, вы разрушаете отношения. Вы требуете отношения. Это разрушает вашу личную жизнь. Надо служить человеку в каких-то ситуациях ничего не желательно. Служить ничего не желательно. Постепенно все налаживается. Ваш плохой период отношений еще будет длиться полгода. Но уже самое крупное, вот сейчас самый пикет. Сейчас потом полегче. будет становиться. И это через месяц полегче будет становиться. Когда человек имеет это знание, он уже знает, сколько ждать. А люди в основном думают, что это никогда не кончится. Чаще всего люди думают, что у нас не было любви. И думают, у нас не было любви, что жить тогда и никогда не будет. Это всегда идет циклами, надо это знать. Сейчас плохо, потом будет лучше. Всегда вот так циклами жизнь будет. Если человек считает, что у него классно все в жизни и плохо никогда не будет, значит, он находится сверху жизни на волне. А если человек чувствует, что у него все плохо и хуже некуда в жизни, вот у кого-то хуже некуда, просто все очень плохо в жизни. У кого очень плохо все в жизни. У кого очень плохо все в жизни. Правильно. Да, у вас уже скоро начнет становиться лучше. Вы под волной. Вам сейчас пойдет лучше, лучше становиться. И через три года, если вы придете на мою лекцию, то вы поднимете руку и скажете, у меня теперь все классно. И так всегда в жизни все меняется. И так всегда в жизни все меняется, понимаете, постоянно. И надо просто знать об этом. Надо только учиться ждать. Надо быть спокойным и упрямым. Чтоб порой от жизни получать. Жадость успеху тебя. Я тоже был тяжелый берегу. Кто-то три года подряд. Кто-то, кто-то, кто-то. Обаливались садами. Каждый человек неизбежно будет такие цередки. Неизбежно. И надо готовить это время, на самом деле, для жизни. Потому что, смотрите, интересно, мы думаем, что мы родились для того, чтобы счастье испытывать. И мы ждем это время счастья. Но у Бога свои планы по отношению к нам. Он нам дал жизнь для того, чтобы мы сдавали экзамены, а не исключили счастье. И когда тяжелые периоды в жизни наступают, то именно ради этих периодов мы и родились. Потому что эти периоды меняют нашу жизнь к лучшему. Они человека изменяют. Они дают ему мудрость, знания. Когда жизнь легкая, ничего не хочется делать. Работать над собой. Когда тяжело стало, тогда и приходит мудрость. Тогда работать над собой человек начинает. И поэтому мы живем не для того, чтобы легкая жизнь была. А мы как раз наоборот живем для этих тяжелых периодов. Это является самым главным в нашей жизни. Если вы посмотрите на свою жизнь, то вы все легкие периоды забудете. Они как будто вот как сон. Но самое тяжелое остается в памяти. И еще одна вещь остается в памяти. Что эти периоды обычно связаны с сильными изменениями в жизни в лучшую сторону. Что тяжелые периоды всегда приводят человека к чему-то новому в жизни, более важному. Поэтому не нужно бояться трудностей. Это просто работа. Приходит время работы перед собой. Мы работаем на работе, с детьми там. Но главное в жизни это работа перед собой. Одна треть жизни уходит на сон. Оставшиеся две трети, половина это работа. Еще пару часов это еда, отдых. И остается всего 3-4 часа в день свободных. Которые мы смотрим по телевизору всякую ерунду. И просто прожигаем свою жизнь за зря. Эти несколько свободных часов предназначены для работы над собой. Ради них мы и живем. Именно они отличают нас от животного существования. Потому что животные также роют норку. Они также занимаются сексом. Они также ищут покушать, как и мы. Распитывают своих детенышей точно так же. Но у них нет времени на то, чтобы молиться, потому что у них нет разума. Но если мы в свободное время не молимся, значит, мы не используем свой разум по назначению. И из-за этого человек и страдает. Когда человек в молитве живет хотя бы несколько часов в день, у него нет страданий в жизни. Эти страдания, они не такие сильные, как у всех остальных. Он с помощью силы сердца преодолевает все трудности. Надо подумать над тем, чем же мы тогда отличаемся от животных, если мы не работаем над собой, не прощаем, не просим прощения, не боремся, не думаем о святости, о чистоте, о хорошем близких людях. Не стучимся вы в сердца. Я желаю тебе счастья, я желаю тебе счастья, я желаю тебе счастья. Если мы этим не занимаемся, тогда чем наша жизнь отличается от животных? Они просто менее профессионально делают то же самое. Они кушают менее профессионально, строят себе норму менее профессионально, и сексом занимаются менее профессионально. Одеваются менее известны. Но все то же самое. Но если мы используем свой разум в тех же целях, что и животные используют свой разум, тогда нет никакого смысла в такой жизни. И поэтому такая жизнь приводит к депрессии людей. Жизнь ради машины, квартиры, комфорта, еды человека приводит к депрессии. Потому что в животном теле все эти вещи приносят в тысячу раз больше счастья. В тысячу раз больше счастья. Лучше рождаться в животном теле и жить как животное, чем в человеческом теле делать то же самое. Никто из вас не сможет заниматься сексом так, как занимаются обезьяны. Они могут по нескольку часов в день заниматься сексом. Я в Индии видел, как они наслаждаются. Это ни в одном эротическом фильме не видишь, как обезьяны на заборах сексом занимают. Столько эмоций положительных. Никто из нас не сможет так вкусно кушать, как свинья. Посмотрите их в глаза и в человека. Вот человека, видео, возьмите видео, как свинья есть и как человек. И смотрите реально, вы увидите, когда свинья ест в ней глазки, в глазах счастье человека видно. Наслаждение человека или животного видно в глазах. У свиньи, когда она ест, я наблюдал, столько наслаждения надо. Просто вообще. А человек только не может счастье от еды испытывать. Она просто балдеет. А там у нее какая-то непонятно, что она ест. Но у нее так сильно чувство вкуса развито, что она просто там разлетается в части этой пищи. Если человек всю жизнь думает, блин, когда же я вкусно поеду? То это значит, что он обязательно родится в теле свиньи, чтобы поесть нормально. Потому что тело предназначено для чего-то всегда. Оно имеет свою цель. Вот тело человека предназначено для знаний. А тело животного для счастья. Мы думаем, где он для счастья рожден. Но это не только тело, чтобы счастье получать. Вот человек, допустим, он 8 часов поспал, он уже не может дальше спать. Все ему тяжело. А в теле медведя? В медведя полгода без проблем. Лежишь и спишь, у вас все классные, никаких проблем нет. Можно полгода спать. Если хочешь побольше наслаждаться едой, подольше кушать, тело коровы. Корова ест весь день с утра до вечера, а ночью пережевывает еще. Она в птице живет одновременно. Нормально належь, без проблем. Если хочешь кого-то порвать, пожалуйста, тело тигра там. Можно порвать всех. Всю жизнь там всех порвать. Если хочешь полетом наслаждаться. Ну, тело птицы, орла. Он летит, и титра с крылья сложил, падает. Потом раз, и пять летит. Классно. Налетаешься вот так вот. Я во сне иногда летаю. Лечу. Хорошо. Классно. И спождаюсь в полет. Правда, летаю иногда во сне. Наверное, в прошлой жизни я был птицей когда-то. Все животные тела предназначены для счастья, для наслаждения. Но человеческое тело предназначено для знания. В человеческом мире очень много половых расстройств. С этим толком не позанимаешься. Вот. В человеческом мире куча проблем с питанием. Тот-то. То-се. Нормально не поешь. Поспать не поспишь долго. Даже движения у нас ограничены. Вот возьмите любую собаку. Она бежит. Человек напрягается. Там она рядом бежит. А собака бежит себе спокойно. Рядышком. Вообще не напрягается. Она может двигаться в 10 раз больше и быстрее, чем человеку. Люди иногда тренируются бегать. Они тренируются, тренируются. И в следующей жизни побеждают. Победа наступает. Потому что она... Они рождаются антилопой гну. Набегаешься вот так вот. И это все дела предназначены для счастья. Например, если человек хочет жить на... Как в Европе принято жить на... Просто... Как государство дает... Дотации. И ничего не делает. Жить на дотации просто. То в следующей жизни можно родиться и вообще жить вот так вот на дотации. Есть такое тело. Медведь-ленивец называется. Он висит на береге вот так вот. И спит. Все время спит. Но когда он просыпается, то перед ним самая вкусная в мире пища. Листочки, которые растят на этом береге. Так Господь устроил. Он берет этот листочек, лапает, ленивый так. Наслаждается, поел, поел. И опять спит. Он может при этом держаться за ретку, не отпускать ее, когда спит. У нее так все классно устроено в теле. Ему не надо никакое там часто спать неудобно, да? Кровать плохая. А он спит просто вот так вот все. Ему удобно всегда. Классное тело. Или если хочешь, чтобы расслабленная жизнь питает. Тело кошки, пожалуйста. Ей под руки не поставишь ноги, она так и держит. Так, так. Не настолько все расслаблено, что вообще проблем нет. Она наслаждается расслабленной жизнью, кошка. Каждое животное чем-то наслаждается. Оно испытывает много счастья в животной форме жизни. И если люди хотят только счастья в своей жизни, то они, значит, скоро родятся животным. Каким-то. Какой вид части хочешь, таким животным родишься. Если увлекся, допустим, дайвингом, то тогда родишься аргентином. Опалываешься жизнь, а потом человеческое тело. Чтобы изучать, как жить правильно. Так же, кроме того, нет. Если вы думаете, что я сочиняю, я вам могу доказать, что я не сочиняю. Тонкое тело животного и человека имеет одинаковое строение. Я могу еще так же пройдякносырить любую вашу собачку на хронические заболевания. Строение тонкого тела точно такое же, как у человека. Это доказывает то, что мы можем менять тело на животное. Сто процентов я могу это доказать любому из вас. Приведите мне собачку, я вам покажу. Есть собачка у кого-то сейчас здесь? Я вам скажу, в чем она болеет. У нее такое же устройство точно тонкого тела, как у человека. У меня есть один знакомый. Я когда первый раз приехал в Днепропетровске, останавливался в его доме. У него частный дом. И у него оставили тело отец и мать. Они ругались между собой постоянно, оставили тело. И я когда приехал к нему, у него в доме было две маленькие собачки. И как раз я читал лекции по закону Кармен, когда послушал, он пришел ко мне и сел. Думаю, слушай. Я говорю, черт, что понял. И он мне рассказал, что эти две собачки прибились через несколько месяцев из его палитки и начали гавкать, скулить. Он отпустил. У него какое-то чувство близко к ним возникло. Он отпустил, дал и сделали будочки, начали жить. И потом начали гавкать, как могруга. А потом он увидел, что собачка женского пола любит кушать то, что папа кушал. А собачка мужского пола любит то, что кушает то, что мама. И морды были похожи. Он их сфотографировал даже. Похоже на родителей. И он понял, что это у родителей уже в животных телах пришли в домик опять. Потому что они всю жизнь были к этому дому сильно привязаны. И ругались друг с другом. Для того, чтобы ругаться, вот самое подходящее – это тело собаки. Собака постоянно ругается. Чтобы наругаться, нужно тело собаки. Человеческий текст, трудно наругаться.